приветствую вас дорогие путешественники 23 марта 2015 года мне это синичка еще синичка мне вздумалось прогуляться вверх по течению реки малой пионерской река впадает в озеро пионерс это поползень впадает в озеро пионерское оно же седанкинская водохранилище опять поползень с северной стороны то есть самая северная конечность это синичка слева вот на веточке самая северная конечность озера пионерского и там как раз впадает там как раз озеро пионерское впадает река малая пионерская вот это кормушка это поползень кормушка висит Примерно как раз в том месте, где речка, синица, где речка впадает в озеро. Еще синичка, молодец, кто-то повесил, ловушку, кормушку, не только повесил ее, но и насыпал туда хлеба. Синичка, это поползень, а синичка на веточке боится. Я довольно близко стою, наверное, где-то, вот сейчас метров двух, а потом еще поближе подойду. Это поползень. Синичку и поползня различить довольно легко. У поползня такая как бы маска через глаза идет, а у синички такой маски нет. Вот это поползень, вот маску хорошо видно, а у синички шапочка на голове черненькая. Забегая вперед, хочу сказать, что от первоначального плана добраться до самых верховьев речки Малой Пионерской мне пришлось отказаться просто потому, что мне надоело. Я очень долго шел вверх по течению. Там такая идет дорога. По этой дороге, наверное, квадроциклы гоняют, редко по ней ездят. Поползень. И справа от дороги, вот вы вверх по течению идете, справа от дороги, это поползень, справа от дороги речка течет, синица, а слева сопки. И за сопками, ну примерно от дороги, наверное, метров 500-600, идет дорога на Шамару, которая вот от ботанического сада, там чуть дальше, между ботаническим садом, поползень это, между ботаническим садом и океанской поползень. Ну, знаете, идет дорога на Шамару. Ну, вот, и когда мне надоело уже совсем идти по этой дороге, не по дороге на Шамару, а по дороге вдоль речки, я пошел через сопку. На сопку я поднялся нормально. Снега практически на сопке нет. Подснежники растут. Желтенькие, это адонис амурский. Поднялся на сопку нормально, сориентировался, оттуда видно, так, сквозь деревья, амурский залив. Солнце было, то есть я запеленговал, амурский залив. Ну и пошел, с той стороны стал спускаться и обнаружил, что вот 23 мая на северной стороне, на северных склонах сопок огромное количество снега. Это поползень, крылышко нам показал. Огромное количество снега. То есть я шел, поползень, я шел, постоянно проваливался выше колена, вниз, вниз шел, проваливался без конца. Ну то есть все время проваливался, синичка. Каждый шаг это я провалился. Шаг шагнул, провалился. Очень тяжело уйти. К тому же актинидия за ноги цепляется в поползень. Актинидия, она же киш-миш. Вот спустился я, наткнулся на ручеек, который опять же с сопки течет. И пошел по этому ручейку. Он как раз шел, тек в направлении, это был поползень, в направлении, опять поползень, в направлении дороги на Шамару. Ну, нормально я спускался. Потом пошел по вот этому ручью, вниз по течению, поползень был. И наткнулся наконец-то на жилье. Но радость моя была преждевременная, потому что ручеек втекал под забор. Забор огромный, такой зеленый, жестяной, какой-то металлический забор. Вот в этот забор я уперся, наткнулся на него. И мне пришлось, наверное, с километр по глубокому снегу обходить этот забор. То есть жилье там огорожено вот этим забором. Муторно было обходить, когда собаки лают. Вроде бы вот оно жилье, вот дорога на Шамару близко. Там и автобус, который довезет меня обратно в город. Мне пришлось обходить. Ну, ничего, обошел. Кстати, интересный момент, что вот когда я поселил... Это синица на веточке сидит, боится. Пока я обходил забор, опять синица. Пока я по сопке поползень с сопки спускался, ни разу не видел следов зверей. Вообще никаких. Причем снег выпал уже давно, последний раз. Поползень. И ни единого следа зверей. Интересно. Никто вообще там не ходит. Вот синица смелая. Обычно вот вы, наверное, же обратили внимание, что поползень гораздо смелее синичек. Вот синичка опять боится. Вот обошел я, значит, жилье, вышел на дорогу. Там магазин, поползень это был. Там магазин, опять поползень. Воды купил. Смотрю, дорога вот эта на Шамару и автобус 28-й. Сел я на него и прекрасно доехал до города. Вот она река Малая Пионерская. Это вот она течет. Вот как раз в том месте, где она, недалеко от того места, где она впадает в озеро Пионерское. Оно же Седанкинское водохранилище. Кстати, Седанкинское водохранилище образовано двумя речками. Вот эта Малая Пионерская и еще есть речка Большая Пионерская. В 1936 году построили плотину. И благодаря этому во Владивостоке теперь есть водопровод. Раньше только колодцы были. Сейчас здесь бурундук выскочит. Он появится в левом верхнем углу. Вот сейчас в левом верхнем углу видно, вот он сидит под пнем вдалеке, за ветками. Наверх залез. Сейчас его не видно. Сверху на бревне будет. Вот заорали, и вот на этом бревне он там. Сейчас он выскочит вправо. В левый верхний угол смотрим. Качество, конечно, неактивное, но все-таки факт тот, что бурундук там был. Вот я его видел, вот я заснял. Видно, вот движется. Хвостик видно. Сейчас вправо выскочит из-за веточки. В левый верхний. Вот он пошел. Примерно к середине кадра перемещается. Вправо ускакал. Вниз спустился. Внизу сейчас он. Внизу. Вправо пошел. В правый нижний угол. По центру внизу кадра. За дерево. Это вот я сейчас сижу, лежу, вернее, на бревне и жду, когда он появится из-за вот этого дерева. Я предполагал, что он хочет посмотреть. И он заинтересовался, что я тут делаю. Я долго, минут пять практически неподвижно сидел на бревне, лежал на бревне. Так, сейчас по центру должен быть виден. Вон, вон, вон. Так, вот он. Сейчас, сейчас, сейчас вот поскакал. Ну, все, сейчас уже не увидите его. Снова речка Малая Пионерская. Это я немножко выше по течению поднялся. Сегодня, конечно, 23 марта, а не мая, как я вот совсем недавно сказал. 23 марта, еще снег на всю лежит. я думаю, что в этой речке водится рыба. Может быть, ее немного, может быть, она маленькая, не крупная, но она должна быть здесь наверняка, потому что в самом озере Пионерском, то есть, в Седанкинском водохранилище. Рыбы много. Эта рыба очень полезна и очень хорошо, что она там есть, потому что она поедает водоросли, которые иначе попадали бы в нашу питьевую воду. Зачем нам водоросли в питьевой воде? И когда делают сброс из водохранилища, стараются, чтобы рыба вместе с водой в море не сбросилась, каким-то образом ее задерживают и возвращают обратно в водохранилище. Я бы не сказал, что тут природа нетронутая. Вот здесь дорога, машины ездят, ну не часто, конечно, но ездят. Здесь бутылки из-под алкоголя валяются, люди явно отдыхали. Почему и бутылки с собой не забрали? Наверняка на машине приехали. Это направление примерно на юго-запад, а туда соответственно на северо-северо-восток. Ручей здесь даже не видно, он где-то подо льдом. Идем дальше. Вот и ручей. Интересно, провалючки или нет. Как нет. Речка мало не мерзкая. Трудно назвать и речкой, На карте она называется именно так. это направление примерно на юг. Оттуда течет речка Малая-Пемерская. Еще выше по течению. Река здесь разбивается на два рукава. или правильнее сказать, что она сливается в этом районе. Уже в реку из двух маленьких. Один поменьше, другой побольше ручьев. Здесь всякая живность водится. Видел бурундука. Следы огромной собаки. Надеюсь, не волка. Волки у нас не водятся. Совсем недавно проходила здесь. огромнейшие следы. Покажу попозже. Белку видел маньчжурскую. Синиц. Дятла пестрого. Ну и поползней. Вот анцвет собаки. Немаленькая такая собачка прошла. Но не только что прямо скажем она ходила. нацвет засыпший. Вот лианы. Виноград. Вверх по пихте пошел. Отчетливо слышны звуки какого-то транспорта. Интересно до сюда доедет он или нет. Тут вполне такая дорога. идет эта дорога в сторону верховья фручья. То есть в сторону дороги на Шамару. Иду по этой дороге. На конях недавно здесь кто-то ездил. И след человеческий довольно свежий. рев рев мотора. И отчетливый. Еще одного костровища вдоль речки Малой Пионерской. Далеко не первое костровище. И даже не десятое. вот интересно. Елки-палки люди. Ничего не забрать банки с собой. Это заросли хвоща зимующего. Этим хвощом он зимой тоже зеленый. Хвощом этим питаются все подряд копытные, которые водятся в этих местах. это кабан. Если он, конечно, забредает сюда косуля, очень вероятно пятнистый олень. Изюбрь конечно вряд ли сюда заходит. Хотя здесь река течет. Почему бы ему не прийти сюда? Ну кабарга уже о кабарге я и не говорю. Она где-то в более диких местах водится. Уж больно пугливый зверь. дорога пересекает ручей. Вернее речку Малую Пионерскую. Ручей все меньше и меньше. Еще выше по течению. Вот дорога вот ручей. Снова они пересеклись. вдоль речки Малой Пионерской растет очень много ольхи, ива, вот рябинник прямо посредине ручья. Как он тут живет непонятно. Пихта, ясень, жимолость, вот бархат. Там опять стоянка островище островище. Вот как люди здесь устроили. Стол сделали, постарались, костер, и почти нет мусора. Приятное место для отдыха. А это чага на березе Манчжурской. Сейчас очекрыжу кусок. Дорога пошла сильно влево от ручья и вверх. До дороги на Шамару где-то метров еще пятьсот. может чуть побольше. Ручей остался, я думаю, где-то там правее внизу. Не знаю, схожу, посмотрю или нет. Сейчас с чагой буду разбираться. Это молодое растение кедра корейского. И вот здесь на веточке это кокон, бабочки какой-то, не знаю какой. Зелененький. Интересно, есть там что-нибудь? В это время не должно быть ничего. Пустой. Разламывать все равно не хочу. Продолжаю идти по дороге и вот что встретил. Надеюсь, это не сам ручей. Просто по дороге стекает то, что с самой дороги стаивает. грязь какая. Грибочки растут. Они вроде бы даже съедобные. А может и нет. яндекс-карта не показала, что я все время двигаюсь вдоль по дороге, вдоль реки Малой Пионерской и вдоль дороги на Шамуру. Примерно в полукилометре от этой дороги, даже больше. И ни конца, ни края этой дороги не видно. И сейчас я решил сходить посмотреть, где же эта река, вдоль которой я иду. по колену проваливаюсь снег. Нормально, да? какое там сегодня марта. Где же у нас река. Найду реку. По-моему, вот она. И потом через сопки придется идти на север. Вот видно река. подо льдом. А вот чистая вода весь. Попью, пожалуй, водички. Не взял с собой. А потом пойду вон туда через сопку к людям, к жилью. Потому что река имеет свои истоки. Непонятно где. Где-то далеко. Я туда идти не хочу. Возвращаюсь к дороге по своим следам. Вот видно глубоко веточка. Что-то мне не очень понятно. А куда же идет дорога? так провалился больше, по колено. Тут больно не охота мне через сопку перевозить. Сопка выглядит довольно высокой. с другой стороны дорога туда идет. И как долго она туда будет идти. А может по ней квадроциклы гоняют, что очень вероятно. И она идет туда, где она разворачивается и просто идет назад. Вот будет весело. Может разведать, куда идет дорога. Вот она дорога. Напился воды из речки Малой Пионерской. Ну так. Еще 10 минут иду по дороге. Дальше буду думать. Прошло 5 минут. Вот что бы это значило. Вдоль дороги на дереве ленточка. Слева где жизнь, где люди. Огромная сопка. Не хочу. Еще 5 минут по дороге. Посмотрим что будет. Мое путешествие явно превратилось в приключение. Что в общем-то неплохо. Спасибо.